Хорошо. Хорошо, начнем тогда. Всем привет! С вами Илья Розов, я резидент паблика «Чистые когницы», а также ведущий книжного клуба по терапии и принятии ответственности. Сегодня мы продолжим цикл лекций по доказательной психотерапии, и темой сегодняшнего интервью будет нейропсихоанализ. Мы пригласили одного из ведущих специалистов этой области, Арсения Энбондовича Тарабанова. Расскажите пару слов о себе. Ну, я такое непривычное слово, наверное, нейропсихоаналитик. Член нейропсихоаналитической ассоциации. Есть в мире такая ассоциация, которая существует 20 лет и объединяет нейропсихоаналитиков. Ну, доцент, кандидат наук. И мы сейчас, ассоциация наша мировая, так сказать, существует во многих странах. Сейчас мы заинтересованы в общении с психотерапевтами различных направлений, с психотерапевтами различных стран. И, собственно, вот мне интересно было бы рассказать русскоязычному слушателю о нейропсихоанализе. Хорошо, спасибо большое. Вот теперь, да, расскажите, что же такое нейропсихоанализ, да, с чем его едят? Что это вообще за такое направление психотерапии и психологии? Вы знаете, вот не слышал, вот мне не слышно того, что вы говорите вопросы ваши. Еще раз, да, возможно, вы можете сделать еще громче звук. Что же такое нейропсихоанализ, да, для наших слушателей, которые не знают, что это такое, что это за направление психологии, психотерапии? Нейропсихоанализ – это современная парадигма психотерапии, которая возвращается к фрейдовской концепции следа, да, бессознательная, как след, который не просто какая-то метафора, да, след бессознательная, а то, что может быть, что записывается в мозге, что проявляется как физическая реакция, и очень важно, что довербальные переживания, да, то есть наш детский, младенческий и, может быть, даже пренатальный опыт, он тоже записан, он тоже записан в физических реакциях, он записан в мозге, и психотерапия, психотерапевтический сеанс – это связь между бессознательным аналитика, да, и пациента. И, ну, как психоаналитик мы говорим о том, что здесь процессы проективной и интроективной идентификации происходят, они лежат в основе переноса, противопереноса, но для нас еще нейропсихоанализ имеет второе название, которое ему дал Эдельман, такой нейроученый – воплощенная когнитивная наука. Воплощенная когнитивная наука. Воплощенная – это английский термин embodied, да, embodied – воплощенная. То есть в психоанализе нет чего-то такого, извините, в нейропсихоанализе нет чего-то такого, чего бы не было в психоанализе. Это как бы психоанализ плюс. Психоанализ плюс нейронаука, которая позволяет верифицировать какие-то важные моменты, да, и что-то сохранять, а что-то, возможно, и отбрасывать. Я бы употребил метафору бритвы Оккома. Ну вот если вы помните из университетского курса философии, да, был такой Уильям Окком, который предложил, да, английский философ, вот, религиозный, который предложил, что не нужно создавать сущности без лишней необходимости. То есть не нужно. То есть мы можем, может, человек, идей больше, чем вещей. Человек может насочинять чего угодно. То же касается и психотерапии. Можно сочинить какую угодно психотерапию, да, и что угодно, какое угодно направление, какой угодно психоанализ, да, психоанализа различного за 20 век накопилось такое количество, что, так сказать, действительно подорвало к нему доверие и скомпрометировало его под конец 20 века. И в этом смысле нейропсихоанализ, как бы, это чистка авгиевых конюшен, да, использую еще один. То есть это проработка методов, экспериментальная проверка и отбор того, что можно взять из психоанализа, техника, техники работы со сновидениями, работа с, значит, памятью, да, различные, различные... Хорошо. Да, различные виды переноса. Все, что мы можем проверить экспериментально, все, что мы можем использовать в современном средстве, проверить, да, довербальные те же, значит, переживания и воспоминания. Конечно, мы не можем их там это услышать, да, но мы можем посмотреть, что происходит в момент психотерапии с сетями ответственными, сетями мозга ответственными за процессы детско-родительской привязанности, что происходит с медалевидным телом, что происходит с гиппокампом, что происходит с префронтальной корой, да, отследить, как психотерапевтический процесс там отражается, как он там воплощен, эмбодит, да. Вот, вот, пожалуй, то есть нейропсихоанализ, это как бы психоанализ плюс, но в каком-то смысле и психоанализ минус, да, потому что какие-то методы психоанализа, я не буду называть направления психоанализа, которые лично я считаю вообще, так сказать, графоманией, но чтобы не ссориться с представителями этих направлений, я их называть не буду. Но определенные части психоанализа, они, так сказать, просто отпадут, отпадают в процессе этой экспериментальной проверки и верификации, да, многие из них просто не выдерживают этой бритвы оккома, их отсекает эта бритва оккома. Хорошо. Ну, вот, пожалуй, несколько слов о ней. Да, мне стало интересно насчет, да, сначала бессознательного как след, да, я думаю, что стоит более четко пояснить, да, эту метафору, эту вот идею изначальную фрейдерскую, что имеется в виду, да? И второй вопрос, пока вы меня слышите. Ну, в принципе, Фрейд говорил о следах бессознательного и, значит, возвращении репрессированного, да, возвращении вытесненного, что, ну, грубо говоря, да, бессознательное остается в мозге. Ну, он не мог тогда подтвердить это, конечно, соответствующей наукой, поэтому говорил лишь о бессознательных следах и, в принципе, о довербальных переживаниях, но не мог это, как бы, научно подтвердить. А теперь мы понимаем, что, например, память, воспоминания – это функции, как бы, всего организма, да, и процесс вот этого воплощения, воспоминания, которое происходит невербально, да, это вот эта такая глобальная запись, да, глобальная запись. И в процессе психотерапии – это расшифровка, раскрытие этих следов, да, следов бессознательного, которые остались. То есть это речь… Ну, например, да, например, переживание, предположим, гнева или агрессии, например, к какому-то значимому объекту, к матери, например, у ребенка, да, оно не было выражено в свое время, да, оно не было, так сказать, оно было недопустимо, оно подавлялось и так далее, да. Оно никуда не делось. Нужно понимать, что этот гнев и агрессия чисто физически, он не испарился, да, он сохранился как раз в виде бессознательных следов. И вот он эмбодит, он воплощен в нейронных сетях, он воплощен, это бессознательное, как бы прописано в мозге, да, и, соответственно, психотерапевтический процесс – это возвращение к этим следам, раскрытие их, проработка, да, причем бессознательно, вот эти бессознательные паттерны, которые возникли по отношению к выражению агрессии, да, к гневу и к матери, они сохраняются и по отношению к другим людям, они как бы проходят через всю жизнь человека. Вот этот паттерн, что гнев и агрессию выражать нельзя, например, да, он сохраняется, он прописывается в соответствующей, да, он прописывается в, там, префронтальной коре, в подкорковой области, он прописывается, так сказать, в различных отделах мозга, да, поэтому мы, поэтому, по сути, психотерапевтический процесс, психоаналитический, да, это модификация телесных переживаний. На самом деле Фрейд говорил о том, что эго соматично, да, он говорил о том, что эго соматично, он рассматривал, например, развитие эго-младенца как развитие телесного эго, и потом эта идея как-то была в какой-то экзотически преобразованной форме в некоторых направлениях психоанализа, а не надо никакого экзотического. В самом прямом физическом смысле она прописывается, так сказать, в соответствующих структурах и сетях мозга, оно может лечь в основу психосоматических симптомов и так далее, да, то есть бессознательное прописано в теле человека, и психоаналитическая процедура его оттуда там как бы и извлекает. Хорошо. Второй вопрос мой, да, который я хотел задать, это вопрос о том, что вы уже сказали, что есть, да, невербальная часть, да, невербальные переживания, и они тоже прописаны в нашем бессознательном. Есть структура мозга, которая, ну, как бы отвечает за этот опыт, да, а где это, ну, как это подтверждено, да, можете рассказать нашим слушателям, да, какие есть системы, да, вот система привязанности, как, ну, что это такое, да, какие есть еще системы, отвечающие за невербальные переживания и их сохранения, да, как-то вот поделитесь этим. Ну, исследование, например, телесного опыта, формирование телесного эго, извините, оно проводилось в университетской клинике Куопио еще в 90-е годы в Финляндии. Там исследовали опыт, исследование проводилось, тогда еще, конечно, не так были развиты там магнитно-резонансная томография и так далее. Тогда использовалась, значит, энцефалография и наблюдение внешней, да, и исследовались гипногогические, да, и гипнопомпические галлюцинации у детей с повышенной температурой. То есть, да, ну, это так называемая, да, просоночная, да, поясню, да, просоночная галлюцинация, то есть в состоянии между сном и бодрствованием у любого человека, и у здорового в том числе, возникает галлюцинация, могут возникать галлюцинации, да, они могут иметь какую-то форму кошмаров, да, там в немецкой живописи даже есть картины на эти темы, вот, но могут быть не столь, не столь, не столь чудовищны. У детей, и особенно у детей раннего возраста, обилие просоночных галлюцинаций при лихорадке, да, при повышении температуры, и исследовали это психоаналитики, и обнаружили, что эти галлюцинации имеют образ, образы, связанные с кормлением, образы, связанные с кормлением, матерью, да, получением удовольствия от матери, и, более широко говоря, с процессами интроекции и проекции, получения информации из окружающего мира и информации, которая на этот мир проектируется, так сказать, накладывается из внутреннего мира младенцев. То есть были проведены клинические исследования именно младенцев. Вот, но не только. Тут, конечно, не только эти исследования. Я могу, еще, конечно, следует упомянуть знаменитую книгу Марка Солмса и Оливера Торнбола «Мозг и внутренний мир», да, «Brain and Inner World». К сожалению, русского перевода нет. Марк Солмс, собственно, основатель нейропсихоаналитической ассоциации, нейропсихолог, и он начинал, как, занимался реабилитацией, реабилитацией пациентов с органическими заболеваниями головного мозга, с нейрохирургическими пациентами и занимался именно психоаналитически, да. Ну, например, предположим, вот такой пример. Он работал с пациентом, у которого там была удалена опухоль головного мозга, и на следующий день после операции пациент проснулся с обилием конфабуляций, то есть ложных воспоминаний. Он утратил собственный, так сказать, селф, утратил представление о самом себе, но его, как бы, селф, его личность сохранилась в виде каких-то разрозненных конфабуляций. Ну, и что, как бы, да, ну, есть, конечно, да, реабилитология, наука, есть, так сказать, методы реабилитации, но Солнц решил попробовать работать психоаналитическими методами, да, так сказать, беседы, вот это называется в нейропсихоанализе talking cure, да, забота, говорящая забота, методами говорящей заботы, то есть формирование переноса, противопереноса, и обнаружил, значит, удивительные вещи, что вот этот пациент нейрохирургический, который имел вместо памяти и вместо представления о самом себе набор разрозненных ложных воспоминаний, да, конфабуляций, постепенно стал в ходе психодинамической терапии обретать селф, обретать, во-первых, автобиографическую память, во-первых, да, то есть конфабуляции стали складываться, вот эти ложные воспоминания стали складываться в какую-то картину, более-менее приближенную к его реальной личности. И, так сказать, в конце вот этой психоаналитической терапии, ну, получили, если не полностью здорового человека, он все-таки не вспомнил себя до конца, но получили некий целостный селф, и человека, который социально адаптирован, который имеет часть реалистичных воспоминаний, плюс представление о том, какие его воспоминания реалистичны, а какие нереалистичны. Что другие ему рассказали о его автобиографии, а что он может восстановить сам. То есть, вот, собственно, это и побудило Солнца, да, работать с органическими пациентами, травматиками, и, так сказать, с помощью психоанализа стараться восстанавливать их селф. Позднее это было расширено и на невротических пациентов, как, собственно, у Фрейда замысливалось. И, ну, еще в конце так упомяну еще Дамасио, да, Антонио Дамасио, известный, так сказать, нейроученый, да, он тоже написал, он написал несколько книг, но наиболее интересно для нейропсихоаналитиков, это книга «Feeling what happens», да, чувство того, что происходит, чувство того, что происходит, это, или чувство происходящего. Он описал, как бы, ядро сознания, какие нейробиологические механизмы включены в то, чтобы поддерживать селф и, значит, функционировать. Отлично, это достаточно вдохновляющая такая вот история про пациента, да, которому посмотрели с точки зрения и психоанализа, и с точки зрения нейропсихологии, и это имело место, да, какие-то результаты. И вот тут у меня есть еще другой вопрос. Вы упомянули, да, о говорящей заботе, как о методе нейропсихоанализа, да, а можете, да, рассказать еще о каких-то методах, да, мы помним то, что у Фрейда, да, там была безвободная ассоциация, анализ сновидений, что есть у нейропсихоанализа, да, чем, что он использует, да, как вообще происходит эта работа. Мы же не каждого клиента садим под МРТ, да, и проверяем. Как вообще проходит эта работа? Расскажите, пожалуйста. Ну, работа здесь, пожалуй, имеет некоторую специфику, в отличие от работы психоаналитика. Ну, во-первых, это работа, так сказать, открытая, и работа строится на контакте с пациентом. Вот некоторые виды психотерапии, которые вышли тоже из психоанализа, там, например, гештальтерапия, да, они, как сказать, себе, почему-то монополизировали, монополизировали вот это право использования контакта с пациентом, да, что вот они, значит, находятся в контакте, а вот психоаналитики, они находятся в прошлом. Это критику я сейчас привожу, так сказать, гештальтерапия, и они такие отвлеченные, там, холодные, вот, и малоэмпатичные, да, ну, это образ какого-то такого психоаналитика, не знаю, который был у самого Перлца, наверное, основателя гештальтерапии, да, который извещал о конце сеанса тем, что топал ботинком по полу, да, а, так сказать, весь сеанс молчал. То, конечно, такой психоанализ нам не нужен, как говорится. А какой психоанализ нам нужен? И тут я хочу вспомнить такого-то важного для современного нейропсихоанализа автора и практика, как Як Панксип. Як Панксип, эстонец, который жил в Америке, создатель Affective Neuroscience, создатель аффективной нейронауки, он писал о том, что эмпатия психоаналитика должна быть также и, должна иметь элементы открытости и эмоциональной вовлеченности. Вот, да, как обычно, да, учат нейтральная доброжелательность, там и так далее. А, да, вот эта доброжелательная нейтральность, значит, все это, все это немного устарело. Як Панксип основывает, свою точку зрения обосновывает эволюционным образом даже. То есть, эволюционно, вот, скажем так, те области мозга, которые, в которые вовлечены в формирование отношений детско-родительской привязанности и родительско-детской привязанности, включая и, да, там, миндалевидное тело, значит, да, таламические структуры и часть соматосенсорной коры, очень важно, вот тут подчеркиваю, соматосенсорную коры и ту, которая связана с зрительным восприятием. Да, эволюционно эти области сформированы таким образом, что любое нейтральное, как бы, выражение лица, да, если объект идентифицируется с лицом, вот то, что видит человек, да, то оно, если оно нейтрально, то оно скорее враждебно. Оно не может быть, да, то есть, если некто передо мной, и я знаю это с детства, я знаю это из своего детско-родительского вот отношений, привязанности, из ранних, ранних детских воспоминаний, если лицо нейтрально, то скорее я его запишу во враги, а не в друзья. Что-то, вот, да, и тот эмпатичен, тот, кто симпатичен, грубо говоря. Да, я, если я, возможен эмоциональный обмен с этим человеком, да, тогда он может быть моим психоаналитиком. И перенос, то есть здесь, что принципиально новое по сравнению с психоанализом, да, пересмотр трансферентных отношений, пересмотр отношений переноса противопереноса. В них обязательно должна быть эмоциональная составляющая, да, и если ее нету, это некий нейтральный психоаналитик там, то не состоится не состоится процесса talking cure, не состоится вот этой заботы в разговоре, да, вот, пожалуй. Спасибо. Что важно отличает нейропсихоаналитическую работу, это эмоциональный фокус, наличие эмоциональной связи. То есть, конечно, эмпатия, там, могут не возразить, кто-нибудь, например, там, когнитивные специалисты, что эмпатия связана, скорее, с системой, там, зеркальных нейронов, открытых, там, ритзалатти, и они лежат в основе эмпатического взаимодействия психотерапевта и пациента. Да, система зеркальных нейронов, безусловно, лежит в основе, и нейропсихоанализ это учитывает, но также учитывает то, что процесс взаимодействия пациента и терапевта, это процесс аффективного, да, эмоционального взаимного регулирования. То есть, на самом деле, мы можем свести отношение переноса противопереноса к отношениям эмоционального взаимного регулирования и обмена паттернами. То есть, предположим, в основе патологии пациента может лежать, так сказать, неэффективные паттерны регулирования эмоций, которые тоже приходят из раннего опыта, из довербального опыта, вот, и терапевт не только словами, да, но и своим, демонстрирует ему другие альтернативные паттерны регулирования эмоций, да, и предлагает их ему, он может это делать невербально, а может это делать невербально, бессознательно. Это бессознательная коммуникация по изменению эмоциональных паттернов. Спасибо. А теперь, да, перейдем непосредственно уже к тому, чем нейропсихоанализ эффективно и доказано работает, да, расскажите потом, работали нейропсихоанализм с тревожными расстройствами, да, с депрессиями, возможно, да, с ОКФ, возможно, с личностными расстройствами, да, есть ли какие-то исследования, которые подтверждают это, его эффективность, да, вот таких-то вот. Да, безусловно, существует, ну, я упомянул Солнца, существует также направление нейропсиходинамической психиатрии, нейропсиходинамической психиатрии, Георг Нордхов, который предлагает, собственно, проверенное лечение, проверенную терапию для полного спектра вот всего МКБ, да, ну, у них там ДСН, да, всего, так сказать, набора существует, может быть, применены нейропсихоаналитические методы. Существуют клинические и внеклинические исследования, подтверждающие эффективность нейропсихоанализа. Существуют экспериментальные базы, да, экспериментальные, где, так сказать, занимаются проверкой эффективности нейропсихоаналитической терапии. вот я себе, так, я на слух, сейчас я выписал тут себе несколько групп, ну, вот, например, рабочая группа Говарда Шеврина, Стивен Элман в Нью-Йорке, да, тоже лаборатория у него, Вольфганг, Левушнерс, Тамара Фишман, Центр Пфайфера в Цюрихе, то есть, целый ряд исследований Центра Анны Фрейд, Питера Фанаги, исследовательский центр Гельского университета, Колумбийского университета, да, университетская клиника в Цюрихе, соответственно, да, вот они, эти все исследовательские центры, занимаются экспериментальной проверкой эффективности нейропсихоаналитических методов, вот, нейропсихоаналитических методов, ну, и если говорить, как строится терапия, ну, например, взять нейропсихоанализ, например, тревожного расстройства, да, берется психоаналитическая та же концепция тревожного расстройства, как основанного на внутреннем конфликте, да, сепарационная тревога, да, и то, как, значит, попытка избежать этой тревоги через бегство, которое приводит, на самом деле, к усилению тревоги, и вот эта психодинамическая концепция, она прорабатывается, при, то есть, опять-таки, через психодинамические сеансы, через изменение паттернов эмоционального регулирования, да, что приводит к изменениям в конечном итоге и в мозге, да, изменение размеров миндалины в ходе психотерапевтического процесса, что проверяется, что, так сказать, вполне верифицируемая вещь, да, вот изменения в лимбической системе, да, изменения там еще островка, да, и, то есть, конечно, можно сказать, что, ну, есть когнитивно-поведенческая терапия, и там тоже происходят изменения в мозге, ну, и есть статистические сравнения данных эффективности когнитивно-поведенческой терапии и психодинамической, нейропсиходинамической терапии, что вот 48% не получают значительного улучшения ни с помощью поведенческой терапии, ни с помощью психодинамической терапии, но зато в тех случаях, когда терапия работает, то, значит, при поведенческой терапии результат достигается быстрее, но при психодинамической терапии результаты более долгосрочен, да, реже рецидивы, вот, ну и нейропсиходинамической терапии важен как бы фокус, фокус знания о нейробиологии происходящих процессов, да, и знания о нейробиологии эти патогенических собственно, да, о том, что происходит с мозгом пациента, и учет этого вполне сочетается с психодинамической концепцией, да, и предположим там в случае обсессивно-компульсивного расстройства существует дисфункция кортикостриата таламокортикальных петель, да, это ну и определенный дисбаланс там нейромодуляторов и нейротрансмиттеров. Это эти патогенетические факторы, но в процессе, но это имеет и свое психодинамическое выражение, да, то есть психодинамическое выражение, оно происходит, как выражается через ухудшение процессов автономного функционирования селф, автономного функционирования селф и замены вербального опыта действием, да, ритуалы, например, да, компульсии, компульсивный контроль, другие компульсивные ритуалы являются заменой действий, и мы это прослеживаем, то есть существует исследование, понятно, что нейропсихоаналитик в момент терапии, он не занимается экспериментальным исследованием на мозге, да, но он имеет соответствующую базу и последующие предложения для исследователей. И вот знание нейробиологическое о том, что в случае значит обсессивно-компульсивного расстройства происходит замена вербального опыта на некую псевдо-упорядоченную активность, да, это знание позволяет ему работать и сделать фокус своей терапии, да, фокус своей терапии, да, грубо говоря, как словами опять заменить вещи, то есть такое мото, мото нейропсихоаналитической терапии с обсессивно-компульсивным расстройством, как словами опять заменить вещи, вот, и соответственно это воплощается в терапевтическом процессе. Вот, хорошо, это действительно, да, воодушевляет, что нейропсихоанализ, да, имеет такую большую базу данных, да, больше экспериментов, больше доказанных подходов, да, а вот вопрос в том, что еще сам Фрейд, да, и потом другие последователи говорили о том, что, ну, психоанализ не для всех, да, если мы помним, колоколоспределения есть, да, что он не для каждого, да, подходит, не для каждого расстройства и так далее, что, какие ограничения есть у нейропсихоанализа, если есть они вообще, либо мы полагаемся, что их нет, да, и все больше данных доказывают, что их нет, или все-таки что-то есть такое, с чем нейропсихоанализ, например, сейчас еще не работает, либо неэффективно работает. Прошу прощения, опять плохо было слышно, я повторю, как я понял ваш вопрос, вопрос об ограничениях нейропсихоанализа, да? Да. Правильно я понял? Да, все верно. Тогда что-то опять было со связью. Значит, ограничения. Здесь важен, опять-таки, как бы, чтобы перейти к разговору о ограничениях, тут нужно сказать несколько слов о, как бы, фокусе терапии. Ну, вот, возьмем самый, так сказать, ранимый случай, самый, и с точки зрения психотерапии, да, наиболее, дискутируемой работы с психотическими пациентами. Да, для психиатра, биологического психиатра, понятно. Тут у нас, значит, психофармакотерапия, мы имеем симптомы, как мишени, и, значит, соответствующие, там, антипсихотики, или другие препараты, и, вот, значит, мы лечим. Вот. Соответственно, как, возможно, психотерапия и психодинамическая терапия психотического пациента. Это к вопросу, и возможно ли она вообще, да, применима. Ну, как я уже говорил, да, приводил примеры работы с органиками и с работы с травматиками и нейрохирургическими пациентами, значит, у Солмса, но важно, что симптом психического нарушения нейропсиходинамический специалист понимает принципиально по-другому. Вот, например, возьмем продуктивную симптоматику при психозе, да, возьмем продуктивную симптоматику при психозе, бред, галлюцинации и так далее. Для биологического психиатра это что? Это мишени, чтобы прописать определенный препарат, чтобы он воздействовал и уменьшал эти симптомы более-менее, да, то есть, значит, вы там правда уменьшая, да, психотические симптомы, мы соответственно меняем баланс нейромодуляции, мы можем получить симптоматику Альцгеймера в качестве, так сказать, да, в качестве возможного, так сказать, побочного эффекта и так далее. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в нейропсихоанализе симптом рассматривается как самоподдержка пациента. Это как определенный костыль, который вырабатывает себе пациент, чтобы на нем стоять. Это не симптом, это не случайное что-то. Это вот Нортхов ввел термин параконструкции. То есть, это некая искаженная, пускай патологическая конструкция, но которую вырабатывает селф, чтобы удержаться, удержать себя от дальнейшего распада. То есть, предположим, если мы берем бред галлюцинации, нарушение мышления, то на самом деле, и существует экспериментальное исследование, эти нарушения мышления предохраняют личность дальнейшего распада, например, на уровень сознания. То есть, селф удерживает себя от нарушения сознания и более глубокого распада. Поэтому сам психодинамический, сам симптом с точки зрения психодинамический должен рассматриваться как нечто с помощью чего пациент удерживает себя сам. на плаву. И поэтому тогда можно возразить. А что пациенту молиться на его симптомы и не прописывать ему психофармакотерапию, что ли? Конечно, нет. Сама возможность психотерапии возможна, только если симптом имеет определенный уровень, не слишком выраженный, не такой. Если человек находится в своем бреду, в своей бредовой системе, то он это включит в эту бредовую систему, никакого лечебного эффекта не будет. Поэтому не значит, что нужно потворствовать симптомам. психофармакотерапия необходима, чтобы его как-то в социальной реальности поддержать. Но с другой стороны, вот эта самоподдерживающая природа симптомов, она тоже важна. тоже важна. И отсюда вопрос об ограничениях. Вопрос об ограничениях. То есть мы должны уважать симптом, в том смысле, чтобы видеть в нем самоподдержки пациента. Но в этом уважении мы не должны переходить некоторые границы. Мы не должны поддерживать симптом сами. Мы должны умеренно конфронтировать с ним. Ну я взял опыт работы с психотическим пациентом. Но это тоже самый опыт работы с седальным пациентом. Где тоже очень понятно нужно осторожно осторожно. Но и тут нужно понять, что, например, депрессия, так называемый фокус на себя, это вот нейропсихоанализа экспериментальные исследования нейропсихоанализа депрессии показывают, что происходит приоритет сетей пассивного режима мозга над так называемым исполнительными тями мозга. Но я не буду влезать в эту терминологию, это теория этого самого сетей пассивного ремномозга, это новое направление. Но важно, что фокус пациента на себя, который есть в депрессии, а не на окружающий мир. Это тоже есть его приспособление удержаться. И этот фокус не нужно устранять, фрустрировать, его нужно аккуратно смещать, развивая, например, эмоциональное воображение и так далее. То есть нет ограничений по диагнозу. с этим диагнозом мы не работаем точно. Но конечно есть специфика в рамках каждого из диагнозов, с которым работает нейропсиходинамический специалист. Спасибо. Отойдем от вопросов по эффективности нейропсихоанализа. Теперь немного вопросов именно к вам. А почему вы сами выбрали нейропсихоанализ? Чем он вас привлек? Как вы среди всех направлений? Там объектные отношения, трансатный анализ, классический психоанализ. Вы выбрали именно нейропсихоанализ? Как вы к этому пришли? Вы меня услышали? Прошу прощения, ничего не удалось мне разобрать. Еще раз давайте. Вообще ничего. Если что, я могу дублировать и в чат, если вдруг вы что-то пропускаете. как вы сами пришли к нейропсихоанализу? Психоанализы очень много направлений, но вы выбрали своей деятельностью нейропсихоанализ. Почему? Чем он вас привлек? Все. Ну да, вот. То есть как я сам пришел к нейропсихоанализу, а не к другому какому-то варианту психоанализа? Да? Хорошо. Ну на мое формирование как психотерапевта значит большое влияние имел мой отец, профессор Эдди Миллер, Эдмонд Георгиевич, создатель семейной терапии еще в СССР, в России, да, его монография по семейной психотерапии была в 90, в 90-м году вышла первая семейная психотерапия, он не был психоаналитиком, хотя учился в центре Анне Фрейд, учился и был в курсе психоаналитических методов и всегда сохранял вот этот значит такой аналитический взгляд, да, он создал, например, систему аналитическую семейную, семейную системно-аналитическую психотерапию, да, то есть вот он всегда с детства я помню разговоры ему не хватало и он всегда об этом говорил, вот это, так сказать, составляющая нейро, да, составляющая экспериментального подтверждения, нейробиологического обоснования, то, к чему пришли и в центре Анне Фрейд сейчас в том же занимаются и так далее, к сожалению, он не дожил до этого, вот, и он хотел восстановить психоневрологию, он считал, что в России это было, ведь Бехтерев, да, он был психоневролог, и сейчас это утрачено, у Бехтерева были представления о психотерапии и целостности, да, неврологических исследований и психотерапии, и вот задача восстановления психоневрологии, о ней моя тема профессор Эдемиллер говорил, так сказать, всю свою жизнь, всю свою научную карьеру, и с другой стороны, да, его вот интерес к психоанализу, и вот последние три года его жизни, вот с 17 по 20 год, мы создали институт, он и в Литве работает, значит, институт нейрокоммуникации и психотерапии, где пытаемся, вот как раз соединять методы нейропсихоанализа и психотерапии шире, семейной психотерапии и так далее, да, вот восстановить с одной стороны вот эту утраченную традицию Бехтерева психоневрологии, с другой стороны пересмотреть пересмотреть с точки зрения нейронауки современные методы психотерапии, да, вот опять использовать бритву Оккома и по отношению к семейной терапии, и по отношению к психодраме, по отношению к гештальтерапии, все должно пройти проверку вот этой бритвы Оккома нейронаук, и в этом смысле очень важен нейропсихоанализ, то есть, если раньше там предположить психодрама Марена, да, основатель психодрама говорил Фрейду, что я начинаю там, где вы заканчиваете, то теперь мы можем с позиции нейропсихоанализа говорить, что мы продолжаем и Марена, и Фрейда, да, мы и соединяем их в новом качестве, вот, проверяем эффективность их методов с помощью нейронаук, то есть, вот, да, еще сейчас создали центр в Петербурге центр легенда имени профессора Эдемилера, там тоже значит, нейропсихоанализ мы собираемся и преподавать, и развивать, и сочетать его с психодрамой и другими направлениями. как и большинство направлений, да, нейропсихоанализ в нашу страну пришел не так давно, то есть, мы про него почти ничего не знаем, да, и вот, как раз таки, то, что вы начали уже говорить, да, где можно поучиться, что можно почитать на русском языке, да, для русскоязычных, русскоговорящих слушателей, да, где можно, вот, как раз таки, восполнить этот побел про нейропсихоанализ. Ну, психоанализ на самом деле в России был и в 20-е годы и был популярен, и даже известный нейроученый Лурия, да, он испытал влияние психоанализа, и, кстати, Лурия, например, очень важен для Марка Солмса, для основателя нейропсихоанализа, он, вот, концепция динамических локализаций в мозге и функциональных блоков мозга, да, в современном нейропсихоанализе используется, то есть, на самом деле в России был и были общества психоаналитических 20-е годы, к сожалению, они действительно были забыты, утрачены, а сейчас, что касается психоанализа в России, проблема, пожалуй, я бы сказал, в литературе, очень мало переводится современной, действительно современной психоаналитической литературы, то есть, ну вот, например, я очень рад перевели ПДМ, да, психодинамический, Psychodynamic Мэнниэл, да, психодинамическое руководство по психотерапии, быстро, вот, ну, и что касается самого нейропсихоанализа, то, пожалуй, ну, помимо моих статей, да, Тарабах и Демиллер, да, статьи, которые в разных есть журналах, конечно, есть клинические исследования Солмса, вот, одна книга, толком переведенная, тоже, таким подвижником нейропсихоанализа, Константином Лемешко из Москвы, клинические исследования по, я забыл точное название, ну, вот, клинические исследования, автор Марк Солмс, она есть на русском языке, вообще, довольно редкая книга, да, но спасибо, вот, еще повторю, фамилию Лемешко, значит, она переведена, ну, и так, разрозненные статьи, Толчинский, Алексей Толчинский, тоже есть его статья, есть его лекция, вот, ну, и вот, да, мои статьи, Тарабанов Эйди Миллер, пожалуй, то есть, можно искать это в интернете, в журналах, выходит учебник по детской психиатрии, в котором, я вот его редактировал, там, тоже он под редакцией Эйди Миллера от моего, ну, и еще я тоже частично его редактировал, там будут статьи по нейропсихоанализу, детскому нейропсихоанализу, и вот этот, поэтому, вот второе, второе издание учебника по детской психиатрии под редакцией Эйди Миллера, оно должно выйти в следующем году, там будут тоже статьи по нейропсихоанализу. хорошо, спасибо за такое интервью. Ну, вот, к сожалению, список очень короткий, поэтому я тут... А, еще стоит, наверное, упомянуть ваши выборы. литература на зарубежных языках. Сомс, панксб. Вы знаете, вот ничего не слышу вообще. Сейчас я что-то напишу. Вот, никак не могу отреагировать, просто ничего не слышу. А, да, благодарю вас. Мои семинары, мои вебинары в Эматоне, да, Институт практической психологии Эматон, там мои вебинары, сейчас там перерыв небольшой, но они возобновятся. Мои вебинары и тут вот этот INNCP, Институт нейрокоммуникации и психотерапии, который аккредитован в Литве. Вот. Там можно записываться на вебинары, там есть почта. Моя страница его есть в Фейсбуке. Кстати, страница в Фейсбуке я рекомендую, потому что я там часто публикую и коллеги мои, не только я, публикуем обзоры, короткие переводы зарубежных изданий по нейропсихоанализу. Поэтому я его всем рекомендовал там вкратце. Вот сейчас популярно по сексуальной аддикции. Например, я сделал небольшой такой реферативный перевод, опубликовал и довольно популярно. По пищевым расстройствам, ну, в общем, там много материала. это страничка в Фейсбук Института нейрокоммуникации и психотерапии. То есть вкратце вы, если специалист хочет там узнать хотя бы, что есть такое, да, что-то там какие-то новые взгляды, краткое описание, я стараюсь регулярно туда ну, и там же можно записаться на вебинары, где послушать подробно на Центр Легенда, опять-таки повторю, имени профессора Эдди Миллера тоже начинаем мы по нейропсихоанализу там цикл лекций. Спасибо за такое интервью, да, очень подробно, очень, да, вид на человека, который увлекается и очень так держит науку, да, и руку на пульсе. Так что я еще раз выражаю вам благодарность за то, что вы согласились дать такое интервью по нейропсихоанализу, очень сложно найти специалистов русскоговорящих, которые, да, могут так хорошо рассказать об этой теме. С нами был, да, мы заканчиваем интервью, с нами был Арсений Тарабатов Энн Бондович, нейропсихоаналитик, член Международного нейропсихоаналитического сообщества, также ведущий до вебинаров, создатель центров в Питере и в Литве, который рассказывал нового нейропсихоанализу, о его месте, психотерапии. Так, я теперь остановлю запись.